В декабре 2018 года был проведен контроль обустройства 45 сортировочных комплексов региональных операторов на предмет соответствия стандартам. Инспекторами также осуществлялся контроль и сейчас осуществляется заходом установки синих и серых контейнеров для раздельного сбора мусора региональными операторами. Представители ГОТО работают в штабах, которые были организованы в муниципалитетах. Результаты работы по внедрению в раздельный сбор мусора хорошо видны, и это отметил губернатор Московской области Андрей Воробеев в своем обращении. Наши инспекторы также ведут воспитательную работу на перспективу с учащимися. В 2017 году на учебный блок ГОТО было проведено более 1300 уроков чистоты, а в целом с 2013 года было проведено более 9000 уроков чистоты. Следующим основным направлением нашей службы в 2018 году является участие в мероприятиях по формированию комфортной городской среды. Продолжен контроль вход комплексного благоустройства дворовых территорий на соответствие требований. В 2018 году на контроле находилось 1440 дворов без сравнения в 2015-1610, в 2016-1576 дворов и в 2017-1510. Всего года было благоустроено за это время 6500 дворовых территорий. Также ГОТО участвовал и продолжает работу по наведению порядка вдоль автомобильных дорог. Знаковая и очень напряженная была работа по подготовке к чемпионату мира. ГОТО участвовал всем составом в этой операции. Служба была организована проверка состояния всех автомобильных дорог по маршруту ведущих к объектам чемпионата. Также инспекторы добивались проведения в порядок въездных друг муниципалитетов, которые являются их визитной карточкой. В своем основе с ГОТО было проверено 9 строительных объектов. По предписанию инспектора было устроено 35 нарушений. На всех дорогах Московской области, федеральных, региональных, муниципальных устроено более 2000 нарушений. В доле автомобильных маршрутов по предписанию инспекторов было восстановлено 220 неработающих участков наружного освещения. Ликвидировано 685 единиц незаконного рекламного мусора. Приведено в порядок 468 световых информационных средств. Установлено 580 нарушений чистоты и порядка вдоль полос отвода автодорог. Ликвидировано 240 объектов несанкционированной торговли. Приведено в порядок более 300 дорожных знаков и указателей. Обнулило 378 остановок общественного транспорта. Также приведены в порядок 185 пешеходных переходов. Ликвидировано 12 тысяч сухостойных и поваленных деревьев. Обновлено 640 ограждений частного сектора и хозяйствующих субъектов. В результате такой работы в 2018 году Чемпионат мира на территории Москвы прошел на высоком уровне чистоты и благоустройства. Приступим к благоустройству 10-ти валютных магистралей. Это лицо Подмосковья. Нужно и тут навести порядок, сделать так, чтобы они радовали глаз, чтобы было безопасно и комфортно. И сейчас работа по наведениям в порядок подмосковных дорог активно развернута. По поручению губернатора реализуется проект по формированию нового привлекательного облика 10 пилотных шоссе. Наиболее нуждающихся в благоустройстве. На них обновят покрытия, заменят освещение, ограждение, а также фасады зданий и торговых объектов. Пилотными валютными магистралями являются 5 федеральных дорог. Это М5 Урал, Челковское шоссе, Дмитровское шоссе, Ярославское шоссе, М7, Горьковское шоссе. И 5 региональных. Это Пятницкое, Егорьское, Волоколамское, Носовихинское и Старосиферопольское шоссе. И начиная с 1 декабря прошлого года, все 23 влитных магистрали будут комплексно благоустроены. Было выявлено 134 нарушения. По предписанию спектра было приведено в порядок 19 остановочных павлионов, удалено порядка 120 аварийных деревьев, демонтировано 47 объектов рекламы и размещение информации. Приведено в порядок 25 мест на территориях полосотвода дорог. Хочу отметить, что в 2018 году работа по Санкт-Петербурге Московской области носила многовекторный характер. Было проведено 29 специальных надзорных мероприятий. Кроме того, по Санкт-Петербурге Московской области в 2018 году проведено 323 плановые и неплановые проверки. В рамках реализации полномочий по расширению регионального надзора в сфере ЧАЭС. В целом, все наши операции и мероприятия были направлены на решение задачи, поставленной губернатором Московской области Андреевичем Урабьевым, которые были озвучены в обращении жителям Подмосковья «Новая пятилетка». Наша цель – сделать Подмосковье безопасным регионом. Наиболее подробно остановлюсь на трех наиболее волнующих вопросах жителей Подмосковья. Во-первых, в 2017 году важным для жителей Подмосковья был вопрос организации зимней уборки на территории Подмосковья. Этот вопрос сейчас лидирует в токе проблем на портале «Добродел». В рамках операции подготовки к зимней уборке инспекторы принимали активное участие в проведении осмотров техники муниципальных образований. Для проверки готовности исполнения всех требований законодательства зимнего содержания территории. Кроме того, проведена готовность 250 снегоспалок и снегоплавильных пунктов для приема снежных масс. В ходе данных мероприятий выявлялись в том числе и нарушения. Это не своевременный вывоз снега, в том числе и вывоз снега в неустановленных местах. По предписаниям инспекторов в 2018 году в ходе операции зимнего уборка было устранено более 5800 нарушений требования законодательства по зимней уборке. В том числе очищено от слега и наледи более 1300 дорог и улиц в городах и населенных пунктах. Расчищено около 220 пешеходных зон, 850 тротуаров, 580 мест отдыха и общественных пространств. Вывезено около 1,5 миллиона кубометров снега. Расчищено 356 дорог в отдаленных деревнях, а также подъездных дорог к дачным поселкам. У социальных объектов очищено более 3200 парковочных мест, в том числе и нестанных инвалидов. Около транспорта пересадочных узлов расчищено около 3000 машин и мест для транзитного пассажирского транспорта, что значительно снизило нагрузку на дороге в часы пик. Организована очистка и обработка от наледи более 1400 дворовых территорий. В жилых микрорайонах налажена регулярная уборка, в том числе очищено более 6800 парковочных мест, что позволило снизить напряженность среди автомобилистов в узконаселенных жилых кварталах. Хотелось бы также обратить на не менее важный вопрос, и это очистка крови в здании и сооружений от снега и наледи. В рамках надзорных мероприятий кровоинспекторы добились устранения более 1260 нарушений, уборки более 400 тонн льда с кровью зданий и сооружений. Особое внимание уделялось состоянию крови социальных объектов. Также в целях помощи маломобильным жителям и инвалидам по предписанию инспекторов устранено 680 нарушений зимней уборки в водорабках проживания маломобильных граждан. Также проведена работа по приведению в надлежащее состояние лестничных сходов и марши. В ходе операции проведено в надлежащее состояние 312 объектов операции «Засада на Снегославу». В ходе данной операции было выявлено 246 несанкционированного сброса снега, задержанного 270 грузовых автомобилей. Устранено нарушение зимней уборки на 329 хоккейных площадках, установлено освещение 87 катков. Также в целях предупреждения травматизма людей в ходе операции «Безопасные ступени» по предписанию инспекторов выполнена очистка от снега 83 станции и платформ. Проведена уборка 99 железнодорожных наземных и мостовых переходов. Проведено порядок более 30 привокзальных площадей, очищено от снега и наледи, кроме 94 строений, расположенных у железнодорожных дорог. Такая работа по вопросам зимнего уборка продолжается весь зимний период и является приоритетной работой наших инспекторов. Во-вторых, на особом контроле госантехнодзор держат детские площадки. В 2018 году по предписанию инспекторов устранены жесткие подвесы на 1720 качелях, это 1500 детских игровых площадок, и устранены и ныне нарушения. Общая численность их составила 3260 на более 1000 детских игровых площадках. В госантехнодзором рассмотрено и положительно решено более 30 тысяч обращений граждан. 1310 обращений поступили на лодчику на личную почту губернатора московского Севердия Чувравьева, которые точно также были рассмотрены. Начальникам и руководителям структурных подразделений госантехнодзора Московской области проведено 463 личных приема граждан. На горячую линию госантехнодзора Московской области уступило более 9000 вкусных обращений граждан. От жителей Подмосковья, также хотелось бы отметить, уступило в адрес госантехнодзора более 2000 благодарностей по результатам рассмотрения их обращений. Мы стремимся говорить жителям Подмосковья в процессе общественного контроля и наведения чистоты и порядка. В 2018 году мобильное приложение «Народный инспектор» очень губно развивалось и стало очень популярным у жителей Подмосковья. Успешно решаются три основные задачи. Во-первых, вовлекается общественность в вопросы благоустройства территории посредством современных информационных технологий. Второе, реализуется инструмент общественного контроля в сфере благоустройства. Ну и третье, это воспитывается у владельцев и собственников транспортных средств уважение к соблюдению правил благоустройства. Мобильное приложение «Народный инспектор» является частью портала «Добродел». Оно удобно. В принципе, потенциал использования этого приложения у нас большой, поскольку пользователей портала «Добродел» их более 870 тысяч. На текущий момент в «Народном инспекторе» работают 8 тысяч пользователей. В 2018 году мы получили 43 705 сообщений, по которым вынесено более 16 тысяч постановлений о привлечении к административной ответственности, а также направлено 14 814 предостережений в адрес нерадивых собственников транспортных средств, которые, как правило, допускают лишение транспортных средств на газонах и детских площадках. По рекомендации инспекторов, администрация муниципалитетов в наиболее горячих точках напряженности по парковкам проводит работу по установке специализированных ограждений, которые бы препятствовали заезду транспорта на детскую площадку либо на газон. Главный ожидаемый результат нашей работы в данном приложении – ситуация с парковкой во дворах должна постепенно выравниваться и меняться к лучшему. В 2019 году рассчитываем далее расширить аудиторию пользователей «Народного инспектора» и создать также новые функции в приложении. Я напомню, что сейчас в приложении находятся 4 порушения, которые мы можем выявлять. Это сброс мусора из транспортных средств, это парковка на газонах, это парковка на детских площадках, а также создание препятствий к вывозу мусора. Когда у нас транспортные средства, паркуют непосредственно на контейнерной площадке, мешая мусоровозы забрать мусор. Еще одним направлением вовлечения общественности в вопросы благоустройства мы рассматриваем как нештабных инспекторов наших. По результатам 2018 года более 2300 постановлений вынесено. По их материалам вынесено 2300 постановлений. Включение к административной ответственности нарушителей. По этим постановлениям взыскано порядка 37 миллионов рублей. Андрей Юрьевич задал очень высокий посыл на текущий год, а именно 2019 год очень важный для всех нас памятной датой и 93-й Московской области. Юбилейный год хотелось бы отметить и качественным перемен, и высокий уровень работы. И обязательно, как и прежде, нам важно опираться на мнение жителей и на постоянную обратную связь с ними. Опираясь на задачи губернатора Московской области, Госплантехнадзор работает ради преобразования облика Подмосковья и улучшения качества жизни подмосковной области. В первую очередь инспектор, выходя после снегопада, он уделяет первостепенное внимание пешеходным переходам. То есть они должны быть очищены для свободного прохода. Кроме того, мы не допускаем, чтобы образовались навалы на отстойниках, на автобусных павильонах. И вот это первоочередная задача, с которой мы начинаем работать. После 12 часов, как проходит снегопад, инспекторы фиксируют нарушения, уже вызывают на возбуждение административных дел Дорожные и Кумунальные службы. В 2016 году было оскорено порядка 1400 восстановлений Госплантехнадзора. В 2017 их было уже 1230, то есть снижение мы получили практически на 11% 2017-2016 года. То, что касается 2018 года, также произошло снижение на 16%. В 2018 году было оскорено 1066 восстановлений. То есть мы видим, что устойчивая тенденция наметилась на сокращение обжалований. Безусловно, обжалований останутся, потому что это право нарушителя проверить законность принятого решения инспектором в судебном порядке. Но часть нарушителей пользуются возможностью, предоставленным федеральным законодательством, и оспаривают эти постановления непосредственно к нам, на имя начальника Госплантехнадзора. Рассматриваем объективно. Вот именно эта тенденция сокращения обжалований, наверное, говорит о том, что у нарушителей меньше вызывает вопрос справедливости наказания инспектора. Естественно, все садовые товарищества должны заключить договор с региональным оператором, провести ревизию своих контейнерных площадок, где должны были установлены серые и синие контейнеры и осуществлять тот же сбор мусора, как и положено по новым стандартам с 1 января 2019 года. Если это не происходит, то это должно быть фиксироваться административными комиссиями, и эти свиньи передавать в МИН ЖКХ, которые непосредственно работают с регионами и операторами. Сроки какие-нибудь из того, чтобы вы это наладите? Значит, ну, во-первых, этот год у нас определен, что у нас сроки, да, до апреля, это же не так просто начинать в этом вопросе быстро работать. Ну, я думаю, что к апрелю, к маю мы должны уже встать на такие, на серьезные, то есть должны уже разработать конкретно, как это должно делаться, какая ответственность за это должна быть. То есть к началу удачного сезона Подмосковье у нас придет? Ну, надеемся, что да. Большое значение мы уделяем, в первую очередь, это социальным объектам, больницы, школы, поликлиники, и места большого скопления людей, стадионы, спортивные сооружения. У нас есть операция специальная кровля. Вот, по нашей статистике, с каждым годом проблем с очисткой кровли все становится меньше. Потому что, первое, муниципалитеты понимают важность этого вопроса. Они уже закупают технику, это вышки, имеют специализированные команды для очистки, потому что простого человека нельзя допускать. Это специальная техника безопасности существует. И мы этот процесс отслеживаем. Во многом наша служба, благодаря вот этой технике, появляется в большом количестве муниципалитетов и образуются эти команды. Более того, закупается сейчас малая техника, которая проводит очистку тротуаров. Раньше мы их даже и не видели. Сейчас вот я считаю, когда инспекцию того или иного муниципалитета, я это наблюдаю. Но у нас не хватает ручного труда. Очень не хватает. Мы это видим с вами на дворовых территориях. У нас наотрез управляющие компании отказываются очищать парковочные места. Вот здесь мы боремся, наказываем, потому что мы видим эту проблему, что не все жители даже могут выехать утром после какого-то снегопада. Поэтому вот здесь у нас, мы муниципалитетам, всегда это, в общем-то, до них доводим, что нужно увеличивать ручной труд. Да, работа должна, рейтинг будет жить, потому что это действительно является инструментом влияния на муниципалитеты, потому что мы, естественно, в своем ежедневном систематическом наблюдении территории мы владеем ситуацией. Вот мы вовремя включаем так называемые красные кнопки. Это и по содержанию детской игровой инфраструктуры, и по содержанию фасадов зданий, и по содержанию дорог. Поэтому и главы-то, я вам более скажу, и главы, в общем-то, я думаю, довольны, что существует такой рейтинг, потому что они вовремя могут устранить те нарушения, которые на их территории появляются. На этой неделе подводим итоги надзорной деятельности, то есть проводим коллегию Госадмотехнадзора, и со следующей недели у нас в соответствии с графиком мы начинаем рабочие поездки во все муниципалитеты Московской области. Сема муниципалитета не брошена, территориальное управление докладывает руководство Госадмотехнадзора о текущем состоянии территорий по всей Московской области. А комиссионные объезды, они будут возрождены там же. Как правило, они проводились в весенне-летний и осенний период. Что касается зимнего содержания, информация ежедневно досладывается руководству на турбусцентной резервой поводству. Продолжение следует... Продолжение следует...